Здравствуйте! Мы находимся на одном из полей кукурузы. Кукуруза на орошении выращивается. Это хозяйство находится в Приволжском федеральном округе и фаза развития культуры на данный момент времени, начало выметывания. В принципе, через какое-то время начнет кукуруза цвести, то есть более 50 процентов пестиков появится и, соответственно, начало цветения начнется. Есть немаловажный аспект и точки внимания следующие для данной фазы развития. Это, конечно же, не упустит момент поддержки как с точки зрения питания кукурузы, так же и орошения ее. С точки зрения питания мы применяем, естественно, фертигацию, это азотное удобрение, растворяем, как правило, азотное удобрение, такие как КАС или карбамид в объемах 0,2-0,3 процента от выливаемой воды. То есть, если вы выливаете 350 кубов, соответственно, от этого объема воды вы считываете процент и вносите то количество удобрения, которое вы посчитали. И, соответственно, непосредственно сам полив. Что еще немаловажный аспект, какой нужно смотреть. С повышением температур заникает риск абортации именно и гибели самой пыльцы. Соответственно, здесь нужно будет продумать момент именно освежающих поливов. Этот полив, конечно же, не отменяет основной полив. То есть, это быстрое прохождение небольшим объемом воды, если у вас такие возможности есть, для того, чтобы создать небольшой микроклимат для того, чтобы пыльца не погибла сразу от высоких температур, низкой влажности воздуха. И тем самым поддержать культуру на момент именно опыления. Ну и, соответственно, продолжать поливы основные для того, чтобы поддерживать налив и формировать тот высокий потенциал урожай, который у вас заложен уже изначально на вашем поле. Чтобы более наглядно вам было увидеть, вот мы растения кукурузы видим. Здесь еще метелка не совсем появляется, только некоторые отдельные растения появляются с метелками. Но основной массе еще растений не появилось. Соответственно, через какое-то время появится вот початок, из него появятся нити початка, и начнется опыление. Процесс опыления немаловажный для этой культуры, самый критический на данный момент. Что касается аспектов питания, естественно, вам на следующий год, допустим, вы будете уже прогнозировать выращивать кукурузу на орошении, используя гибриды компании Сингента, интенсивные гибриды, вам необходимо будет сделать следующие вещи. Конечно же, взять почву на анализ, на такие показатели, как содержание гумуса, содержание подвижных форм фосфор и калия, содержание азота. Основные элементы и микроэлементы, такие как наличие цинка, наличие серы, наличие бора. Это основные показатели, которые вам нужно будет просмотреть. Также состав солей, соотношение кальция и магния, наличие натрия в почве, для того, чтобы видеть, какие у вас могут быть проблемы в почве наблюдаться. Следующий момент, это, естественно, расчет и на основании этих данных количество элементов питания, которые вам нужно будет для кукурузы внести или закупить на следующий сезон. С осени мы вам рекомендуем, если вы будете в поля, соответственно, там, если у вас есть возможность чередования или внесения с осени элементов питания, такие как калий и фосфор, и азотные удобрения мы переносим на весну. Все зависит, конечно, от ваших возможностей и ваших предпочтений. Все будет ориентироваться именно на анализ почвы и расчет элементов питания именно по этим показателям. Плюс, если у вас есть возможность, конечно же, применять фертигацию, фертигацию нужно применять с того момента, как кукуруза будет требовать элементов питания. Это где-то восьмой, девятый лист и далее. До этих этапов рекомендуется вносить стартовые дозы удобрений или же под культивацию такие удобрения, допустим, как карбамид, для того, чтобы растение успело его поглотить, когда у него корневая система будет формироваться, где-то пять или шестой лист. Вот такой вот небольшой экскурс. По микроэлементам мы рекомендуем на ранних этапах использовать такие элементы, как цинк. Соответственно, для того, чтобы помочь растению в развитии далее, где-то в первый полив или во второй полив, в восьмой, девятый, десятый лист, то есть за 10 дней или 15 дней до выметывания для формирования именно качественной пыльцевой трубки применять элемент бор. Мы с вами видим растение кукурузы, отлично развивающиеся, нет вообще никаких желтых листьев, соответственно, нет дефицита питания. Великолепно здесь хозяйство справляется со своими обязанностями по поливу и питанию. Соответственно, вот теперь ждем высоких урожаев в данном хозяйстве. Также хочу еще добавить к тому, что питание растений и взаимосвязано с таким показателем, как pH почвы. То есть культура кукурузы любит pH менее 7, соответственно, слегка кислая почва. Те фермеры, которые находятся в зонах с pH почвы более 7, то есть щелочная у вас будет почва, вам одна из рекомендаций может быть в помощь, что применение ортофосфорной кислоты в растворенной воде. Но, соответственно, самостоятельно этим не занимайтесь. Здесь обязательно необходимо будет проконсультироваться со специалистами по почвенному анализу, посмотреть, реально какая у вас pH. И, соответственно, можете обращаться к техподдержке Сингента для того, чтобы мы с вами вместе рассчитали объем ортофосфорной кислоты и как это будет влиять, и возможно ли применение данного миллиардивного эффекта на ваших полях. Мы с вами всегда на связи. Увидимся в полях. И хороших вам урожаев!